Приветствую, друзья! И сегодня у нас в гостях юрист Елена. Лена, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Лена, расскажите, может быть, свою историю, как в Испанию приехали? Как сама здесь оказалась, да? Да, да, да. Ну, моя история очень, с одной стороны, интересная, с другой стороны, достаточно нестандартная, потому что, в общем-то, решение переехать в Испанию никогда мной не принималось, потому что в России у меня была стабильная работа, я доцент, кандидат наук, адвокат со стажем более 10 лет, и сами понимаете, что, в общем-то, поменять такой статус на жизнь в Испании было достаточно сложно. Но жизнь распорядилась по-своему, и периодические приезды на отдых в Испанию на протяжении трёх месяцев, сколько позволяет шенгенская туристическая виза, они как-то так растянулись на более долгосрочный период пребывания здесь, в течение которого я выучила язык и со временем нашла работу. Поэтому работу по специальности, работу юристом в адвокатском кабинете, где я проработала в течение четырёх лет, поэтому, в общем-то, вот этот момент был для меня значимым, и при условии, что я мама трёх детей, которые на тот момент были ещё совсем маленькими, я поняла разницу в качестве жизни, которую могут иметь мои дети и вся моя семья в Испании. Поэтому это для меня было решающим, оставить свою карьеру, начать всё сначала, именно ради качества жизни моей семьи в Испании. Муж испанец, понимаете, да? Нет, муж русский. А, даже... Да, папа переехал вместе с нами, естественно. Сколько уже здесь? Вот седьмой год уже пошёл. Седьмой год. Как вот после России вообще вот менталитет, различий какой-то есть? Ой, вы знаете, различий много. И различий как в положительную сторону, так и... Ну, нельзя назвать её отрицательной, так и в другую сторону, да? И то, что изначально кажется кардинально отличным и немного даже неприятным и неприемлемым, со временем ты сам это принимаешь. Ну, например, испанская медлительность, испанская... Я уже даже не могу назвать её необязательностью, хотя изначально она мне казалась именно такой. Испанцы очень себя любят, очень любят свою жизнь и не перетруждаются и не перерабатывают. Вот как бы я сказала, что в России мы живём ради того, чтобы работать, а в Испании работают ради того, чтобы жить. То есть на первом месте жизнь, на втором месте работа. Поэтому, вот как все говорят, в Испании всё маньяна, транкило, но пассанада. Так оно и должно быть. Но при этом в них есть чувство ответственности, в них есть исполнительность. И если ты сам контролируешь процесс и напоминаешь о себе, все твои дела будут решены. Но к этому нужно привыкнуть и нужно научиться с ними работать. А дружить с ними прекрасно. Они очень доброжелательные, открытые, гостеприимные. У нас есть много семей, друзей, испанцев. Ну, с тремя детьми, понимаете, наш круг общения просто не ограничен. Это постоянные дни рождения и так далее. И как друзья они очень отзывчивые, прекрасные люди. И как вообще дружить с испанцами? Как это выглядит? Отличается от российских семей? Да, наверное, нет. Мне кажется, что нет. Я считаю, что нельзя говорить, отличаются ли в этом плане испанцы или русские. Отличаются люди. Бывают люди добродушные, гостеприимные. Как говорится, стол всегда ломится от язв. Они всегда тебе рады, они всегда тебе помогут. Есть люди закрытые, скрытные, которые в свой дом никого не впускают. Но моя семья, лично я, мы всегда всем рады. Всегда рады прийти на помощь, разделить и радости, и печали, и накрыть стол, и принять друзей, и детей, и друзей при любых условиях. Поэтому мы дружим с такими же семьями. Поэтому мне очень нравятся испанцы в этом плане. Мы дружим, и мы счастливы этой дружбой. А подружки есть какие-то близкие испанцы? Нет, не скажу, чтобы вот прям душевные подруги. Ну, с возрастом вообще подруг становится все меньше, да. Но хороших знакомых испанок, с которыми мне хорошо и интересно, есть. А как с языком было? Ну, я вообще гуманитарий. Абладор, как говорят по-испански, да, многоговорящий. Поэтому с языком проблем не было. Я пошла в государственную школу языков на интенсивный курс. У меня были занятия каждый день по два с половиной часа, четыре раза в неделю. И, в общем-то, после года изучения языка, я за год прошла сразу первый уровень, это А2. Сдала сертификат в официальном государственном университете и уже начала работать. И совмещала с работой еще один уровень обучения, это Б2. Б2. Да. Сейчас уже записалась, чтобы сдать Б1. Или НАБА. Всегда путаю цифры. Ну, неважно. В общем, уже заговорила быстро, особенно когда начала работать в адвокатском кабинете. Все мои коллеги это были испанские адвокаты. Я выступала как переводчиком на переговорах, я ходила в суды, то есть с моим сертификатом меня приняли для перевода в судах, но не по уголовным делам, но мы уголовными особо и не занимались, а по гражданским. Поэтому, в общем-то, заговорила я быстро и легко. А вот вообще амологировать диплом как-то получилось быстро очень? Я его еще не амологировала. Я нахожусь в процессе, потому что есть два варианта. Два варианта подтвердить свою специальность и работать по специальности. Первый это амологация, а второй это просто доучиться несколько лет, то есть, ну, обычно это год или два, и сделать в Испании мастера. То есть, да, сейчас ведь в России тоже образовательная система давно уже разделилась на две системы. Это бакалавриат и магистратура. И вот наши дипломы специалистов, пятилетние, они здесь легко приравниваются к диплому бакалавра, без дополнительной сдачи каких-либо экзаменов. Не по всем специальностям обращу ваше внимание, потому что важно, но в основном по гуманитарным, практически по всем. Но чтобы стать здесь адвокатом, мне нужно доучиться еще два года, что вот как бы в процессе я и нахожусь на юридическом факультете Университета Валенсии. А вот система юридическая, она как-то отличается российская от испанской? Очень похоже. Романо-германская система, как бы источники, то есть у нас право также российское, испанское, оно не прецедентное, но нормативное. То есть для того, чтобы решить тот или иной вопрос, мы смотрим закон и практику его применения. В отличие, например, от американской, где у них силу большую имеет прецедент, нежели закон, уже сложившиеся судебные решения. Поэтому мне здесь достаточно легко работать с законами испанскими, потому что они очень во многом похожи даже по своему содержанию на наши российские. Главное знать язык и юридическую терминологию. А вот я вас слышал такое, что здесь, говорят, что здесь без адвоката вообще даже в суд не обратишься. Да. В России, говорит, там только можно и саму, например, там идти в суд, а здесь нет. Есть такой момент, например, если вы желаете взыскать долг в сумму, которая превышает порядка 10 тысяч евро, то да, без адвоката вы уже пойти не можете. С суммой меньше можете, но опять же зависит очень от инстанции. Здесь само материальное право очень похоже, но процессуальное право, то есть порядок обращения в суд, прохождение дела по судебным инстанциям, оно отличается. Поэтому вот в зависимости от этого по большей категории дел выйти в суд без адвоката нельзя. Поэтому это правда, это правда, да. Здесь как бы адвокатский ресурс, он гораздо больше востребован, ну и Россия тоже к этому стремится. Просто в России это все сдерживается определенными иными потоками, но по сути оно так и должно быть. Гораздо сложнее потом исправлять ошибки клиентов, которые они сделали без адвоката, нежели, если сразу грамотно выстроить стратегию, мы быстрее достигаем результаты и эффективнее. О, я понял. А как вообще здесь интервьюируются дети? Как дети? Прекрасно. И чем раньше вы их сюда привезете, тем быстрее они здесь адаптируются. Ну вот, к примеру, моя дочка старшая, приехала сюда, ей было 4 года, пошла в обычную публичную государственную, то есть испанскую школу, через полгода она свободно заговорила на испанском языке. Да, то есть она заговорила через 3 месяца, в принципе заговорила, пошла в школу, она знала, ну, можем сказать, 3 фразы. Хочу в туалет, хочу пить и позвоните маме. Через 3 месяца ребенок заговорила, через полгода свободно заговорил. Начала уже исправлять меня, начала помогать мне делать мои задания в моей школе языков. Вот, ну, поэтому очень быстро. Я скажу из практики. Уже, ну, понимаете, в течение 6 лет очень много семей переехало со мной в Испанию. Проблемы начинаются, когда вы перевозите детей с 14 лет. То есть вот очень рекомендую совершить этот шаг до 14 лет, потому что потом уже они укоренились в своем российском социуме, да, там не российском, неважно в каком, да, там, где они живут. Первая любовь, друзья, улица, и очень тяжело их оттуда вытащить, им очень тяжело брать язык и находить новых друзей в Испании. Поэтому дети до 14, ну, лучше, конечно, до 12 еще лет, быстро адаптируются, быстро берут язык, заводят своих друзей и обрастают здесь своими связями. Расскажите, можно так вот приехать в патриотический визит и остаться здесь? Можно. Вот, расскажите, как это можно. Как адвокат я, конечно, не имею, как юрист пока, да, не буду называть себя пока адвокатом, как юрист и специалист по иммиграции, я могу сказать, что да, Испания одна из немногих европейских стран, которая предусматривает такой вариант. То есть вы можете приехать и остаться по туристической визе, но вначале, пока вы находитесь в легальном статусе, необходимо, то есть если вы приехали и вы уже знаете, что вы остаетесь, необходимо совершить определенный ряд юридических шагов и действий, да, которые потом, выйдя уже из легального статуса, вы совершить не сможете, но которые понадобятся вам через три года для того, чтобы легализоваться. Поэтому даже вот такое, скажем так, спонтанное и основанное на простом желании жить в Испании шаг, действие, да, оно все равно должно юридически сопровождаться, оно должно быть продуманным, нужно приехать с правильным пакетом документов и выполнить определенный ряд действий. Но в принципе это возможно, нужно продержаться три года, и через три года уже можно начинать процесс легализации. Какой же правильный пакет документов нужно с тобой привезти? Ну я советую всегда привезти, естественно, все ваши имеющиеся паспорта, российский паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и по максимуму все ваши документы об образовании с апостилями. Перевод всех этих документов на испанский язык можно уже сделать здесь. А через три года, соответственно, можно будет там легализоваться через предконтракт или контракт, да? Да, сначала можно, через три года есть три способа легализации. Первый способ, это как наемный работник, если вы нашли компанию или компания нашла вас и готова дать вам предварительный контракт на работу. Это первый вариант, то есть вы нанимаетесь на работу к определенному работодателю, который берет на себя обязательство платить вам заработную плату и единый социальный налог, так его назовем, да? Когда вы будете иметь медицинское обслуживание и так далее, да? Пакет социальный. Второй способ, это вы можете решить стать индивидуальным предпринимателем. То есть если вы владеете определенной профессией или специальностью, а также опытом в этой сфере, который позволит вам самостоятельно зарабатывать деньги, вы можете написать бизнес-план, опять же собрать пакет документов, предоставить его в экстранхирею и попытаться стать индивидуальным предпринимателем. Сложно, но можно. То есть этот момент сложнее. Почему? Потому что за вами уже не стоит работодатель, компания, давно действующая, финансово обеспеченная, которая будет платить вам стабильно зарплату. Здесь вы должны убедить органы экстранхиреи, что вы действительно сможете зарабатывать сами и обеспечивать свою жизнь в Испании. Вот в этом сложности именно. А как вы тут убедитесь? Бизнес-план, деньги, инвестиции в ваш бизнес, показать документы по опыту работы, по специальности в этой сфере. То есть предоставить максимально большой объем документированных доказательств того, что вы можете и вы это сделаете. Минимальный финанс, какие примерно для этого? Ну я бы сказала, как минимум 1020 евро, это минимальный порог, с которым можно начинать этот процесс. Это чтобы они лежали на счету или были в действии? В разных вариациях, да. Вот нужно и закупить, и положить на счет, и арендовать помещение. Здесь очень многое зависит от того, каким видом деятельности вы собираетесь заниматься. И все эти разнообразные войны, да? Да, да. По-моему, здесь недешевая такая вот ситуация. Ну да, по сути, да. Опять же, разные бывают и по разной стоимости. Это по каждому виду деятельности мы говорим. И третий способ легализоваться, это также по деньгам. То есть мы все знаем самый распространенный вид переезда в Испанию легальный. Это ВНЖ без права на работу, ну скажем так, ВНЖ для обеспеченных людей, либо по деньгам распространенное название его, да. Так вот, прожив три года в Испании, по оседлости вы также можете легализоваться по деньгам. Вы также можете показать уже, конечно, гораздо большую, нежели там 20 тысяч, хотя в зависимости от количества человек, сумму денег на счете. И вы получите то же самое вид на жительство без права на работу, но с территории Испании, прожив здесь три года. Это уже проще будет сделать здесь, да? Ну, по-моему, да, в принципе, проще, конечно. А там какие суммы показать, такие же, как, в принципе, и в Москве? Для ВНЖ без права на работу, да. Все то же самое. Минимальный прожиточный минимум, умноженный на 4 на первого члена семьи и плюс по еще одному на каждого последующего. Все то же самое. А какие вот самые такие способы, где больше людей приезжает сюда, каким вот они способом реализуются? По ВНЖ без права на работу. Больше? Да. А вот мы слышали такое вот, что много членов отказов. Люди там тратят 300 тысяч рублей на то, чтобы там вот собрать документы, переводы сделать, там поездки туда-сюда, показать детей, туда вот. И в итоге потом отказы. Ну, скорее всего, большая часть этих людей решают этот вопрос, то есть организуют весь этот процесс без помощи специалиста. Да, я могу сказать, что на сайте консульства Испании во всех странах мира есть список документов, которые нужно собрать, чтобы получить резиденцию. Но внизу мелким шрифтом в самом же этом списке сказано, что данный перечень является ориентировочным, и консульство имеет право запросить любой другой документ по своему усмотрению. А имеет право и не запросить, и сразу отказать. То есть, понимаете, многие люди, которые делают резиденции себе сами, а потом приходят с отказом и говорят, что делать, помогите, как нам выйти из этой ситуации. Я говорю, каким принципом вы руководствовались, подавая ваш пакет документов? Ну, вот все, что у нас есть, все, что мы смогли, мы собрали, но остальное мы решили, что если им что-то нужно будет, у нас дозапросят, и мы принесем. Вот эта стратегия неверна изначально, потому что не запросят, а просто сразу могут отказать. И я вам скажу, что тот список, который на сайте, да, он действительно ориентировочный, тот список, который я даю своим клиентам, он гораздо обширнее, нежели вот этот официальный список. Потому что мы знаем, что дозапрашивают, что реально желает увидеть консульство, рассматривая ваши документы. У меня процент отказов, ну, можно сказать, нулевой. А, нулевой, это как раз это просто. Ну, минимальный. Нулевым, конечно, я его не могу сказать. Здесь еще очень важно взаимодействие с клиентом, потому что есть клиенты, которым я говорю, необходимо доказать вот это такими-то документами. У меня этого нет, где я это возьму, я не буду этого делать. Я говорю, хорошо, это риск. А расскажите, какие расценки на виды реализации? И сколько вообще по времени процесс это занимает? Официальный срок рассмотрения в консульстве Испании документов, поданных на ВНЖ без права на работу, да, то есть если мы говорим об основном, самом популярном виде на жительстве, 3 месяца. Да, то есть установленный законом. Обычно укладываются где-то, кому-то быстрее рассмотрят, кому-то чуть помедленнее, да, опять же, зависит от того, были ли дозапрошены документы или нет и так далее, да. Вот, соответственно, срок самого сбора документов очень зависит от самого клиента и от нашей координации с ним. Но могу сказать, что, например, для того, чтобы собрать часть документов, которые мы должны предоставить с территории Испании, как минимум я рекомендую на 3 недели, а лучше на месяц, приехать в Испанию, чтобы здесь совершить все необходимые шаги. И параллельно будет идти сбор документов в России, например, да, поэтому, в принципе, ну за месяц-два все документы можно собрать, можно даже уложиться в месяц. Поэтому мы обычно с клиентами обозначаем вот такой дедлайн, записываясь в консульство на определенную дату, когда удобно клиенту, и понимая разумно, что мы успеваем подготовиться с кем-то быстрее, с кем-то чуть помедленнее, и к этой дате готовим все документы. А сколько раз вообще должен приехать клиент сюда? Один? Один раз. Да, в принципе, для оформления ВНЖ достаточно приехать один раз. А деньги он где обязательно должен показать? В российском банке или в испанском? И там, и там. Это одни и те же деньги или разные деньги? Нет, это разные деньги. Ну, здесь есть много разных своих хитростей, мы сейчас не будем об этом говорить, но, в принципе, нужно показывать свою состоятельность и на счетах в российских банках, и на счетах в испанских банках. Я вот как простой, скажем так, вот как захотел сделать ВНЖ. Вот что я, например, сделал? Я должен начать в Испанию приехать, разобраться здесь во всем, или все-таки сразу в Россию пойти в консульство и начать там собирать документы, взять список, или как-то, или там обратиться сразу к адвокатам? Ну, мы всегда сторонники дать максимально полную информацию для того, чтобы люди смогли с нашей помощью, но сделать определенные шаги самостоятельно. И всегда даем опцию обратиться к специалисту, потому что есть нюансы, о которых я уже говорила, есть моменты, которые все-таки лучше решать со специалистом, чтобы эффективнее достичь нужного результата. Поэтому, как, опять же, специалист в этой сфере, я рекомендую, конечно, изначально обратиться к юристу, потому что не каждый человек может адекватно оценить свою ситуацию и свои возможности достигнуть получения нужного типа ВНЖ. Поэтому первое, что мы рекомендуем, это взять консультацию, которую можно взять также удаленно, где мы с клиентами обсуждаем, что ему хочется и какими возможностями он для этого располагает. И я со своей стороны говорю, проходит ли он по требованиям, предъявляемым к тому или иному типу ВНЖ, и если нет, то подбираем какой-то другой. Поэтому первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистом. Дальше, пожалуйста, клиент может пойти по этому пути самостоятельно, потому что, в принципе, он получит все вводные данные, которые ему будут необходимы, либо мы продолжаем уже совместную работу. Консультация в среднем стоит 50 евро, и если вы продолжаете работу с нами, то стоимость консультации вычитается из общего пакета услуг. А цена общего пакета услуг? В среднем на одного человека от 800 евро. На фамилию идут скидки уже, естественно. Это белая резиденция? Да, это мы говорим о резиденции без права на работу. А вот резиденция там по оседлости, там что жить нужно без юристы? Опять же, мы же с вами проговорили, что их три типа, и каждый тип имеет свою сложность. Поэтому в зависимости от сложности, я скажу так, от 300 евро. Поэтому, например, если это ВНЖ по оседлости как индивидуальный предприниматель, мы говорим о бизнес-плане, о огромном количестве шагов, которые нужно сделать, конечно, это будет дороже. Если это ВНЖ по трудовому контракту, то без проблем. Я связываюсь с работодателем, проверяю пакет от работодателя, и уже подаем документы в миграционные органы. А вот чаще все-таки по автономии люди регализуются по своей фирме? Или, например, по наемному? Нет, конечно, как наемные работники. Я рекомендую всем, очень рекомендую первую резиденцию по оседлости всевозможными способами найти контракт и сделать ее по контракту. Потому что отказов, как индивидуальные предприниматели, много. Это риски, да, это риски. Опять же, здесь очень важный юридический момент. Если вам отказывают в резиденции по оседлости, вам дают, например, 15 дней на депортацию. Поэтому это высоченные риски. Поэтому либо нужно подавать документы по оседлости, как индивидуальный предприниматель, стопроцентно будучи уверенным, а это невозможно, потому что это административный орган. Субъективизм в административных органах в Испании, как и в России, также очень высок. Процент субъективизма при оценке и рассмотрении документов. Поэтому я не рекомендую идти на излишние риски. Потом мы можем в любой момент модифицировать эту резиденцию с правом работы на автонома, как угодно. Но первоначально нужно быть уверенным в том, что вы получите положительный результат. А апелляцию подать можно? Можно, но апелляция в Испании, в принципе, так же, как и в России, первоначальная стадия апелляции, это в том же фактически органе, который принимал первоначальные решения. И очень редко, когда они меняют свои же решения. Мы доходим до суда, суд, да, уже может что-то изменить, но это сроки, а человек продолжает быть нелегально фактически в стране, и уже под надзором всех этих органов. Понимаете? То есть лучше не надо. Получается, если через 15 дней депортироваться, он должен уехать? Да. Все-таки, если так нелегально было, он может, в принципе, не уезжать. Ну, понимаете, пока вы здесь были нелегально и о вас никто не знал, то вы можете и не уезжать. Но когда решение экстранхерии передается в полицию с вашим адресом, с вашим НИИ, со всеми вашими данными, с ордером на депортацию в течение 15 дней, поверьте, здесь уже за вас возьмутся. А, вот так даже, да? Конечно. То есть пока вы живете нелегально, а вас никто не знает, вы нигде не числитесь, вы живете спокойно, скажем так, своей семейной жизнью. Дети ваши ходят в школу, да, вы имеете медицинское обслуживание, да, там частное или государственное. То есть вы ведете нормальный, обычный ритм жизни, но вы не находитесь в этот момент под орденом на депортацию и под контролем полицейских органов. Три года нелегально, это страшно как-то, или так обычно человек живет? Обычно это не страшно. Понимаете, раз в самом... Конечно, если вас на улице остановят, проверят документы и увидят нарушение вашего визового режима, то могут быть последствия, в том числе до штрафа и также до депортации. Но на моей практике такого еще не было ни разу. Все ходят спокойно. Все ходят спокойно, да. То есть если вы в этот период не нарушаете законодательство Испании, не совершаете административных проступков и преступлений, то все будет хорошо. Обращайтесь к нам, и вы переедете в Испанию с успехом. И ссылочка на контакты будет в описании. Счастливо! Спасибо! 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 ! Спасибо!